И знаете, многие вопросы, кстати, когда мы вот эту тему рассказываем, к нам подходят родители и говорят, знаете, для нас теперь многое становится понятно. Почему, казалось бы, в одной семье два ребенка, три ребенка, и они такие разные. И один в основном под знаком плюс живет, а другой, но сплошной минус. И когда родители начинают вот это все осмысливать, они понимают, что все это не потому, что там дети разные, не потому, что там воспитание там разное. Потому что в одной семье одни родители, одно и то же воспитание, а дети разные, потому что кто-то получил благословение на данном этапе необходимое, а где-то упустили. Просто по незнанию. И вот мы все время на наших семинарах для родителей очень подробно это стараемся разбирать, каждый, каждый этап жизни ребенка, и чтобы мы это и знали, и знали, как исправить то, что, во-первых, нам где-то не додали. И то, что мы не дали нашим детям, чтобы дать это, лучше поздно, чем вообще никогда не давать. И почему мы говорим, что важно воспитание самих родителей, потому что если у нас что-то упущено, мы этого уже детям автоматически не даем. Поэтому прежде чем мы можем благословить детей, надо разобраться сначала в самом себе, исправить это в себе, и тогда уже идти к своим детям. Итак, первое благословение, которое мы можем дать своим детям или не даем его, это при зачатии. Что это такое? То есть нужно понимать, что каждый ребенок – это благословение от Бога и дар от Бога. И нужно понимать, что каждый половой акт, даже при самом умелом планировании, может привести к зачатию. То есть каждый половой акт, повторяем, при самом даже умелом планировании, может привести к зачатию. Готовы ли к тому муж и жена каждый раз, когда они занимаются интимными отношениями, занимаются сексом, готовы ли к тому, что вот сейчас, даже если мы на 100% уверены, не может быть 100% уверенности, готовы ли мы сегодняшнего ребенка принять. То есть вот это вот то благословение, которое дети или имеют, или не имеют. А что мы сейчас наблюдаем? Вы знаете, уже несколько поколений в России живет людей, которых зовут так – ну ладно, пусть живет. Какая первая мысль приходит? Не ждали ребенка, у женщины задержка, а она говорит – о, слушай, забеременели, что делать будем? Ну ладно, пусть живет. Ну вроде как нельзя убивать, да, аборт – это грех. Ну ладно, пусть живет. Или каким-то другим. Все, ребенок не получил благословения. Первого благословения нет. Первая мысль какая? Что с ним делать, да? Все. Ладно, пусть живет. Благословения у ребенка нет. Вот проанализируйте и посмотрите, кто из ваших детей лишен уже первого слова. Какая была самая первая мысль, когда появился этот ребенок? Второе. Опять, мы не хотим сказать, что если нет, все. Надо ставить крест. Мы позже расскажем. Он предусмотрел выход. И как дать это благословение, мы об этом будем говорить. Очень подробно. Но сейчас вы просто должны понять, вас, может быть, лишили этого благословения. Или вы. Или вы лишили кого-то из своих детей. Кстати, вы знаете, как правило, вот дальше сейчас проводят исследование, и мы уже некоторые читали, старшие дети, почему они более благословленные? Потому что, как правило, вот первого ребенка. Всегда ожидают. А вот второй, третий, четвертый как-то появляются не вовремя. Ну, просто получаются. И как правило, последующие дети, как правило, вот этого благословения лишены. Я не говорю не всегда. Конечно, не всегда. Зачастую. Зачастую. Понимаете? То есть вот эти вот вещи просто надо знать. Я просто сейчас уже понимаю, вот часто просто даже знание информации, оно уже помогает людям совершенно иначе смотреть на какие-то вещи в своей жизни. Второе благословение, которое родители могут дать детям и должны, по идее, бы дать, это во время ожидания его появления на свет, во время ожидания его рождения. Что происходит? Как с ним общаются? Мы с вами говорили о том, что во время беременности очень важно для ребенка интимные отношения мужа и жены, потому что в этот момент ребенок чувствует этот эмоциональный взлет, эмоциональное единство мужа и жены, не только физиологическое, но и эмоциональное. Как мама вынашивает, как она вот внутренне, вот готова к принятию этого ребенка, да? Как не ожидаем. На уровне вот этих вот УЗИ, наверняка видели вот этот фильм, как он называется, «Безмолвный крик», когда в организм матери вот вводят этот прибор для расчленения ребенка. Ребенок от него шарахается, представляете? Он шарахается, забивает в угол, и слезы у него текут. То есть уже на том этапе эта личность, которая уже может испытывать страх, прибор, стресс? И вот, знаете, сейчас такое впечатление создается, вот знаете, так вот я наблюдаю, разговариваю с женщинами, сама пережила это тоже, что сейчас как-то делается все для того, чтобы лишить наших детей второго благословения. Это делается на уровне государства. Каким образом это происходит? Вот сейчас как бы взлет медицины, и вот сейчас женщина проходит массу обследований, которые, скажем, я не проходила даже со своими старшими детями. Кренинги, осциллограммы там. Чего там только нет. Диаграммы. И все это делается как бы во благо женщины и ребенка. Почему как бы? Потому что, вот, я знаю, что все женщины, которым я говорю, если вот беременные находятся в таком состоянии или недавно это пережили, все соглашаются. Каждый раз, когда идешь на подобное обследование, да, детальное называется, мне доказывают, что это все во благо вам и ребенку, но идешь и думаешь, а что, если сейчас скажут, что с ребенком что-то не в порядке. И что тогда? Что тогда? Какое решение мы принимаем? То есть практически 9 месяцев женщину держат в напряжении перед каждым исследованием, а вдруг что-то будет с ребенком не то. Я просто помню, когда... Готовы ли мы принять ребенка таким, какой он сейчас вот есть? Вот с этой болезнью, например. Вот когда вынашивала старший тип, знаете, просто это было действительно ожидание. Во-первых, кто родится. Такого не было. Ожидание какое-то, вот знаете, вот. Но я помню, что вот тогда материнство мной переживалось более так, как сказать... Радостно. Ну и то, чтобы радостно, это тоже было радостно. Но легче, спокойнее. Вот эти вот ожидания нашего Мишутки, понимаете, это было напряжение. В конце концов, Миша, видимо, напряжение, он просто вообще мне понравилось, какое решение он принял. Он просто меня взял и увез за волку. То есть это было наше решение. Понимаете, вот... Однажды один профессор вышел перед студентами-медиками, будущими гинекологами, и говорит, коллеги, вот вы как будущие врачи сейчас должны поставить такой вот диагноз. То есть обследовать и дать свое решение по поводу одной из беременностей. К вам пришла женщина в положении, в беременности, и вы открываете ее медицинскую карту, и видите ее показания. Значит, сама она больна туберкулезом, эта женщина. Ее отец болен сифилисом. Ее муж отец. Да, ее муж детей болен сифилисом, муж отец этого ребенка. Первый ребенок родился слепым. Второй ребенок умер уже во время родов. Третий ребенок родился глухой. Четвертый ребенок родился с туберкулезом. И вот она к вам пришла с пятым. Какие будут ваши показания для этой беременности? Подавляющее большинство сказали, слушай, ну такие показания, однозначно аборт. Потому что кто там дальше родится, кто, каким он будет? И тогда профессор говорит, поздравляю вас, коллеги, вы только что убили Бетховена. Потому что Бетховен родился именно в такой семье. Конечно, мы можем сказать, мы умнее Бога, у нас тут медицинские исследования, препараты, взлеты. Показания всякие. Ну, идем дальше. Четвертое благословение. Третье. А, третье благословение. Сразу после появления его на свет. И здесь тоже мы можем лишить благословения своего ребенка, когда произносим, совершенно не задумываясь, фразы. Мальчик? Нет. А кто ж тогда? Хотел же мальчика? А рождается девочка. Все. Или врач говорит, ой, какой-то он у вас хиленький. Да, почему? Все, лишили благословения. Вот хиленького не принимаем, понимаете, какая-то вот обида, уже у меня ребенка хиленький. Конечно, потом, да ладно, моя троха, да. Все нормально, троха, да. Ну, вот первый момент. Вот здоровенький, слава Богу, хиленький, а почему хиленький? Понимаете? Вот оно порой бывает вот как-то вот само, неосознанно. Но считайте, что этот ребенок появился на свет, ему в первый момент... Благословение. Ему не рады по какой-то причине. По причине и того пола, или по причине и того здоровья, да. Все, лишен ребенок благословения. Сюда же входит, какое имя мы даем ребенку? Да, вот в книге про липоменон, там есть перечисление. Первая книга про липоменон, четвертая глава, начинается история. Вообще, вплоть до него, до этого мужчину, про которого я хочу рассказать, идут одни только имена. Вот перечисляются имена, 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 и потом четвертая глава останавливается и говорится. А был еще мужчина, которого звали Боль. Пятец. Ну, это уже в переводе, да. А в переводе на русский это имя Боль. Ну, матери было больно, когда она его рожала. Так больно. Так больно, что она решила назвать его, это моя боль. Представляете, вот ребенок рождается, она говорит, наконец эта боль родилась. Бабах. И вот, представляете, как он жил. Боль, иди сейчас же кушать. Боль, отдай игрушку. Страдание мое, ты что там делаешь? Боль, не капризничай. Вот каково бы, горе мое, да. Он даже взмолился, чтобы Бог ему изменил имя. Вот, может быть, не зря существуют вот эти все свяцы в русской традиции, чтобы подобрать там имя подобающее. А то появляются такие имена, как Драздроперма, знаете, да? Да, здравствует 1 мая сокращенно. Ну, это вообще такие имена. Вот, ну, то есть, вообще, знаете, все равно в имени заложена какая-то информация. И не зря, если наши с вами пра-пра-пра-прадеды и деды уделяли такое большое внимание имени, которое дается ребенку, может быть, нам не стоит отбрасывать и считать это какой-то мистикой. В конце концов, если бы это было мистикой, тогда бы в Библии не уделялось такого большого внимания имена. Кроме того, в откровениях написано, что у нас всех наши новые имена записаны в той книге. Какие это будут, не знай. Ну, это секретное имя. Да, ну, вообще, подумайте, что может быть, не стоит как-то на имя вот так вот махать рукой. А, пусть этим будет, а, пусть тем будет. Дальше следующее. Пятое благословение, которое мы... А, четвертое, я все-таки не забывала. В холодильническом возрасте, когда... Можете небольшой комментарий? Да. Знаете, когда встречаешься с родителями, которые говорят, ну, вот, как вы сказали, хиленький там ребенок или еще что-то, я всегда говорю, знаете, посмотрите на меня. Я родился мертвым, у меня синим, у меня оттачали просто. И все. Да, по тебе не скажешь хиленький. Или страцает. Спасибо. То есть, это что, я ему всегда говорю, позвольте на меня, и не расстраивайтесь. И не расстраивайтесь, да. Точно, по-моему, не скажешь хиленький ребенок. Итак, в младенческом возрасте благословение, опять же, либо оно есть, либо нет, это отношение с матерью. Мы об этом будем подробнее говорить на следующем часе. Либо получают наши дети это благословение, либо не получают. Ну и, конечно, забота отца, она здесь не исключается. Пятое благословение при достижении подросткового возраста. И здесь самую главную роль в жизни ребенка играет отношение родителей. Хотя говорят, нет, вот для подростка отношения с его друзьями, там, вот какие у него сверстники, какие у него друзья... Родители отходят на задний план, они уже ничего для подростка не значат. Это все миф. Должны вам сказать, что пропасть между поколениями – это выдумка сатаны. Ее не существует пропасть. Ее не существует вообще. Вы можете назвать, что между Богом и Отцом и нами существует пропасть поколений? Мы же его дети. И вот он нас не понимает. Мы создаем эту пропасть не поколений. И потом, давайте посмотрим, Бог отец смотрит на человечество. Для него что ребенок 6 месяцев, что человек 96 лет – это все его дети. Все равно ребенок. Мы его дети. И вот эту пропасть, которую, как говорят, между 6-летним ребенком, 96-летним старшим, есть пропасть – это миф. Это миф, который создан людьми в оправдании своего... Нежелания или неумения... ...быть родителем. Да? Чего-то там. Не хочет он быть нормальным. Или не умеет, или не желает. Но неправильный он родитель. И тогда возникает пропасть между поколениями. Но вот эта вот самая пропасть между поколениями – это, опять повторяем, оправдание собственной несостоятельности. И пишут какие-то научные работы, по пропасть между поколениями. Ну, это все, что писать научные работы по поводу того, есть баба-яга на свете или нет. Вы знаете, ну, как бы вот необоснованные совершенно научные работы на эту тему. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Дальше, шестое. Ну, об этом мы тоже будем говорить подробнее. Вот на следующем часе. При вступлении в брак или отправление в свободное плавание. То есть при достижении определенного возраста нужно отпустить своих детей. И мы говорили здесь о том, что это независимо от того, вступил ребенок в брачные узы. Вышел замуж или нет, женился или нет, ребенка нужно отпустить. Вот с организмом матери его связывает такая пуповина, пока он еще маленький и в животике находится. Такая тоненькая веревочка, нить. Когда ребенок рождается, ее нужно перерезать. Ребенок не сможет жить, ребенок не сможет дышать, не сможет сам существовать. Вот точно так же, когда ребенок становится взрослым, его нужно отпустить. Эту пуповину зависимости надо перерезать. Он должен стать самостоятельным. Иначе это не будет личность, а будет предаток к родителям. Ну, мы уже говорили, что, скажем, в нашей семье мы наших детей вот... Мы определили возраст 20 лет. Ну, в разной семье это может быть по-разному, но это должно быть. И дальше седьмое благословение, опять, которое родители могут дать детям, это обратная связь. Вот как ни странно, благословение от детей. Когда дети благословляют своих родителей, говорят, спасибо тебе, папа. Спасибо, мама. Какая я счастливая, что именно в вашей семье родилась, именно вы, мой папа с мамой. Вот как ни странно, казалось бы, дети благословляют родителей, но вы знаете, как благословляя родителей... Они сами получают благословение от Бога и от родителей. Вот вы смогли быть такими родителями, чтобы ваши дети по достижению какого-то определенного возраста вам сказали спасибо. Если ваши дети это сделали, они сами себя благословили, не только вас. И когда к нам приходят супружки пары и говорят, у нас проблемы с тещей, со свекровью, мы говорим, а вы хоть раз говорили, теща или свекрови, спасибо, вы воспитали меня такого замечательного мужа. Это ваше воспитание. Это вы в него вложили. Спасибо, вы воспитали такую замечательную жену. Это ваше воспитание. Это благодаря вам она такая чудесная стала. Но это мы говорим на наших семинарах для молодых людей. Мы просто поощряем их, мы побуждаем их к тому, чтобы они сами себя не лишали этого благословения. Независимо от того, что родители могут, может быть, что-то упустили в их воспитании, что они не были совершенными, таковых вообще не бывает. Но тем не менее, чтобы хотя бы седьмое благословение, которое зависит от самих детей, оно у них было. Итак, мы хотим сказать, что если вы вдруг сейчас увидели, что вы что-то не получили или не дали своим детям, Бог предусмотрел выход. Есть выход для каждого из нас получить все эти благословения и дать эти благословения детям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok